Всем хеллоу! Сегодня решительно жилет наброшенный. Переходим к плану Бестия. Это кодовое название. Не спрашивайте меня, что это такое. Я только что сам придумал. И сразу спасибо одному человеку, Николаю Делеву, который обратил внимание на то, что у нас вчера вот в области уведомлений горела желтенькая фигня. Центр обновлений Windows. И вот если я зайду в журнал обновлений, к сожалению, это Скотина не пишет времени, когда он сделал, но то, что он сделал 11.05.23, он написал. А дело в том, что 11.05, я только вот утром был здесь и вот вечером. Ну, в интернет, когда он включается. Соответственно, 3.25 был сделан последний снимок и, соответственно, дальше дело не пошло. Он обновлялся. А обновляясь, он что-то все подключал. Ну и, соответственно, произошло то, что произошло. Сейчас я его полностью ликвидировал как класс через командную строку и там всякие WinRare и строку выполнить. Короче, не хочу грузинизной всей фигней в службы. Но пока он пишет нам, что в данном случае на обновление на 7 дней приостановлено. Предлагает изменить с 8 до 17. А, видимо, там стояло с 24 до 5, к примеру. И вот он что-то сделал. Не соответствует Windows 11. Нафиг, вы мне всрались, извините за выражение. А вот из-за этого только могло произойти то, что произошло, потому что в случае отключения электроэнергии было бы все наоборот. Поэтому Николай Делев, респект, уважуха, спасибо огромное. Видите, как полезно записывать экраны и вообще видео. Потому что со стороны потом ты видишь огромное количество своих недочетов и ошибок. Это действительно очень помогает. Рекомендируем тем, кто боится заводить свои каналы. Хотя бы можете заводить свой канал в офлайне. Ну, то есть, не давать ссылок на загруженные видео в свой канал, но загружать. Это история. Это самоконтроль. Я сказал, что если бы я мог, я бы на всеношное оставлял бы запись экрана. И потом бы можно было вычислить, что произошло. Но мощность этого железа, к сожалению, не позволяет такой роскоши. Поэтому, увы, эпизодически я это могу делать. И даже веб-камера не потянет. Ну, потянет, но могут быть проблемы. Ладно, с этим почти мы с вами разобрались. Или предположили, ну, 90% вероятность того, что именно из-за этого произошло. План мой заключается в чем? Я сейчас проверяю полярку. Ну, как проверяю. Я через PHD-гайдинг ее проверю. Я перепроверю резкость. Я изменю план немножко, потому что у нас четвертый план вообще не снят. Поэтому я там, соответственно, перераспределю количество кадров, чтобы он снимал так, чтобы... Мы будем стремиться к тому, чтобы у нас было с вами в общей сложности по 12-5 минуток в каждом плане, в каждой пластине. Ну, как бы общая тотальная экспозиция около часа. Флэты, дарки, дарк-флэты я снимать сейчас не буду, потому что я их сегодня утром снимал и практически ни камеры, ничего не трогал. Поэтому пару соринок, если каких-то прилетит за это время, мы им простим и замажем в фотошопе. Когда я это все проверю, я просто включаю его, направляю на цель первую в режиме ведения. И он, естественно, упирается в загородку. Ну, я чуть приподнял ее. Я ухожу и из квартиры жду, когда, наконец, я увижу свою цель, свой объект. И нажимаю кнопку оттуда и снизу, начать экспозицию и торжественно уложусь спать. Горе на все пропадом. Что получится, то получится. Сегодня вообще не планировалось никаких съемок, но синоптики сказали, можно. Я посмотрел, так и да. Но это счастье, что два дня подряд такая есть возможность, потому что по прогнозу сегодня ничего не должно было быть еще утром. В принципе, я вам все так рассказал, показал. Я думаю, что отсняв материал какой-либо, посмотрим, что у нас получится. И будем вместе мучиться, ошибаться, учиться обрабатывать панорамы. Я это делал всего два раза в своей жизни. И то в 19-м, по-моему, году ролик у нас вышел. Или в 20-м, не помню. Летом я снимал на даче у друга. Вот у Сережи вот того же самого Одноклассика, который мне и помогал с стройкой вот этой обсерватории. И тогда это я делал через Якумоту. Там свои тоже были нюансы. Но здесь как бы легче с точки зрения технического исполнения этого панорамы. Но с точки зрения этих всех нескладушек, которые появились, ну, что делать? Это життя. Ладно, господа, я приступаю. И я думаю, что мы продолжим немножко в другом формате далее этот ролик. Спасибо за этот блог. Я дома. Я спать хочу, нет моих сил уже. Не знаю, вторая ночь подряд тяжко. Ладно. Так. Пойдем на тот компьютер. Чердачный. Компьютер-чердак. Дай бог, чтобы он включился. Я, конечно, штаны не снял пока. Рубашку не снял. На всякий случай. Там я все подготовил. В принципе, сейчас покажу. Уходил я. ДНП только-только поднимался. Поэтому он такой очень тут кривой и косой. Вот такие ореолы. Эта крыша там буквально в срез. 29 градусов восхождения было. По моим подсчетам, где-то через минут 40 можно будет делать первый кадр. Кадр я зарядил. Начинаем с четвертой панели. Переходим на первую. Ну и дальше по убыванию. Там, где больше кадров, короче, в последнюю очередь поставил. Но он запомнил прогрессы. Прошлой ночи. И, к примеру, если мне надо сделать здесь на первой панели. Я выбраковывал практически все. Осталось только два кадра. Значит, 10 надо доснять. Я хочу по 12 кадров делать, как бы, да. Ну, по часу хотя бы каждый план. То, соответственно, написал 18. Тут есть, конечно, вот такая рефрешная штука. Она пишет сбросить прогресс всех элементов всей в цепи. Но я боюсь, чтобы он координаты не сбросил. Я этого не знаю. Поэтому я не трогаю. Мне легче добавить. Если мне надо 10 кадров, он пишет, что 8 отснял. Типа думает. Я пишу 18. Итого 10+. Собственно, совпадает. 50 минут он пишет, что будет снимать. Дальше мне надо доснять 5 кадров. По сути, 4. Но я поставил 5 на всякий случай, чтобы вечно бракованный был какой-то. Ну, и, соответственно, мне тут надо 5 кадров. Я поставил 6 кадров. А вот там, где 12 надо ровно, нет. Ничего не надо сбрасывать. Там, где 12 надо, ну, я поставил 12. Буду живой наблюдать. Это час, он времени будет снимать. Откуда я эти взял планы? Я их вчера создал и запомнил. Поэтому, соответственно, они все настройки сохранили. Единственное, что я их поменял местами, вот при помощи этих стрелочек, гоняешь эти штуки. Можно выделить и потом погнать ее влево или вправо, в выделенную часть. Так, сейчас я сам себя проверю в одном моменте. Изображение, я вчерашнюю, вот здесь, вторую серию сделал, сессию. И написал, пластина первая, 2 кадра. Ну, нормальных, как бы бракованных. Пластина вторая, 8 кадров. Пластина третья, 7 кадров. Пластина четвертая, 0 кадров. Соответственно, вот в четвертой я поставил 12 кадров. В первой, соответственно, 10 кадров. Здесь я поставил 6 кадров, 5 кадров. Но, по сути, нужно 4. Может быть, снижу потом сейчас, когда пойдет процесс. Я просто не знаю, он там иногда, грубо говоря, ты пишешь 10 кадров, он снимает 9. Он считает, как бы, первым кадром, кадр разрешения. Я уже это понял. И поэтому он в прогресс это записывает, и в результате на один кадр лайт получается меньше. Поэтому я чуть-чуть поднял цифры эти. Надеюсь, это понятно. Проверил все, что они, да-да-да-да-да, и подвел просто его поближе к Денебу, чтобы ему легче было синхронизироваться. Хотя, Вегу разрешил, проверил резкость. Ну, вроде бы все нормально. Полярка, докладывая в голос, у нас показала погрешность 0,5 угловых минуты в помощнике гидирования в PHD-гайдинге. Сейчас вот он стоит на Денебе. Можно его, как бы, чтобы он не слетал с Денеба, сделать а-ля гидирование. Таким образом он будет держаться за эту область. Какой-то мама не хочет, ну, я даже знаю, какой мама не хочет, стеллариум, типа, координаты из стеллариума не видит Нина. Ну, я уже знаю почему, потому что обычно я запускал всегда стеллариум, а подключался в нем на Экумод, а потом открывал Нину. А сейчас, получается, я из Нины открыл PHD-гайдинг, он подключил Экумод, ну, короче, получилось, что, типа, такая косячка. Ну, я не стал сопротивляться, мне пофиг вот это. Я о другом, я просто здесь что делаю? Я вчера начал снимать в час ночи, ну, посмотрел, что где-то в безчетверти, вот через, там, 35 минут, так как нам, собственно, не сам Денеб нужен, а объект под Денебом, то я проверяю, это он так тормозит, потому что я вам демонстрирую экран того компьютера, да, сейчас всего лишь 28 градусов возвышения Денеба, но он уже его как-то видит. Поэтому у меня контроль такой, что, так как мне объект нужен еще вот здесь вот где-то, ну, я тут сильно гулять не собираюсь, потому что, ну, вот где-то здесь нам звезду надо, ну, пускай он там вот так вот, то это 26 градусов сейчас, по данному времени, 0,07, собственно, он их пишет эти 0,07, соответственно, где-то минут 30, чтобы он начал разрешаться. Вот, хочу начать как можно, вот только возможность это появится, сразу нажимаем кнопку, и он, по идее, начнет, ну, должен начать снимать. Самой Нине. Поставил арксекунды, как просил. Колесов. Хотя, какая разница, пиксель, ну, это цифры, это всего лишь цифры, но все равно это точность. Ну, вот что-то там думало, может быть, не знаю, в общем, короче. Ну, дек я сделал более-менее сегодня. Короче, я вспомнил, что дек у меня всегда любил, чтобы червяк был минимум зажат, он тогда корректно работал, а Ray любит, чтобы, наоборот, побольше был зажат. Ну, вот такая бы фигня случилась, к примеру, на съемке, это считать испорченный кадр. Вот 12 ты поставил, соответственно, из 12 может остаться там фигня. Поэтому надо последить пару кадров. Вот из 8 кадров первого плана осталось 2. За вчерашнюю съемку. Все смаз, смаз, смаз. Потом пошло нормально. Ну, то же самое может и здесь быть. Вот опять он какой-то херь выдал. Ну, я не знаю, что там творится наверху, поэтому я чуть-чуть приподнял ветрозащиту, ну, и не более того. Сильно я поднимать ее не могу, потому что я и так этот ДНЭП хочу как можно раньше схватить. По-хорошему, когда он его схватит и пойдет хотя бы час времени, мне надо подняться туда и поднять ветрозащиту больше. Ну, я же, естественно, этого делать не буду. Поэтому лучше большее количество кадров, но тут уже время ограничено, потому что в 4 уже осветает. Снимать бесполезно. Так, это я тут включил. На всякий случай, ну, просто, чтобы он держался. Ну, вот, можно еще раз снять одиночку, сделать ДНЭП и посмотреть, будет ли он уже лучше виден, потому что вот эта вот наша полоса, не знаю, откуда она взялась. Фиг я знаю. Может, это фильтр какой-то там что-то отсвечивает. Ее не было. Но на полных кадрах, на 5-минутках этой полосы не видно. Так, ну вот, о, О, вот сейчас ДНЭП поднялся. То есть у него уже ореол. Видите, чуть-чуть еще осталось подождать. Вот это срезанный ореол звезды. И еще какая-то одна фиг тут полоса. Это он, ну, телескоп цепляет и крышу чуть-чуть, и трубу там есть одна. Блин. И вот он ее, короче, режет, этот самый, ореол и лучики. Потому что вегу я до этого щелкал, вега великолепно. Просто. Ну, вот классика вега. А этот вот на самом срезе, ну, там 28-29 градусов я вам показал, поэтому его тошнит. Ну, вот он, ДНЭП. 29 градусов. И как раз по времени, по часикам я прикинул, что, ну, тут уже минутки, наверное, считать, вперед гнать. И вот где-то 31 градус, и вот начинать можно снимать. Ну, вот это 0,10, а здесь 0,27. Но это ДНЭП. А если брать область креста, вот наша четвертая панель, это где-то вот здесь, то есть это вот здесь где-то на звезду надо взять, то у нас 28 только здесь. Соответственно, надо хотя бы до 30 ее догнать. Ну, и получаем где-то вот 0,44, что оно может разрешать. Ну, что он даже не разрешался, ну, вот 0,50, ну, час ночи где-то. Он не разрешался, этот снимок в плейдсолве не разрешался. Хотя я поставил цель гручной фокусировки ДНЭП, и он сказал, что ее, ну, типа, не хватает ему звезд, то есть он их не видел нифига. Да, ну, вот и график вошел тоже в свое русло, такое, как бы, его рабочее, это монтировка. И вот оно ведет себя, ведет. Ну, вот ДНЭП, он немножко тут не синхронизирован по IC, ну, это через искатель, о, искатель, говорю, через гид. А вот, ну, это не страшно. Вот буквально еще минута не прошла, как запустил съемку. Стартанули в 0,48, 0,47. Он будет снимать всю серию, которую я тут ему назначил, 42 часа 45 минут. Соответственно, соответственно, ну, считайте, это почти, обещать верти 4 утра, он должен это завершить, если ему ничего не помешает. Он за 2, за 2 итерации резолнул все, резолв, ну, разрешил все. Сделал гиду команду и пошел снимать. Ну, гид, сейчас, надеюсь, успокоится. И что-то у нас будет. Вот 0,6, 0,59, в принципе, дай бог. Это снимок разрешения вот тут. Похоже что-то на правду. Сейчас дождемся первого снимка. Посмотрим. И все. Надо срочно пойти мотину найти. Гуляет паразит. 2 часа ночи. В час ночи. Ну, давай, показывай нам говно, которое ты снял. Первый кадр. Припилинг. Припилинг из приготовления. Ура! Первый кадр получен. Ну, наверное, будет со смазом. Нет. Ту херню, которую он там качнуло, что-то его, слава богу, этот в работу пойдет. Потому что вчера 8 кадров из первой серии вот такие вот здесь вот сопельки были все. Вот такие вот. Как сиськи, короче. Пусть снимает. Все, нафиг. Не хочу на это смотреть, этот ужас. Мне страшно уже. Что она снимает? Все наше. Правильно? Правильно. Все. Пока. 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 На сегодня пока. Сегодня же утром мы встретимся. Через часов в пять поговорим. Доброе утро всем. Клан вместе объявляю закрытым. Ох, как солнце светит. А именно. Докладываю голос. Я же знаю. Я там скачал даже с него уже файлы. Запарковано. Выключена камера. Все отработало, как в часике. меня только одно расстраивает. Жутко. Мотя. Сейчас вот утром пол восьмого или да, пол восьмого утра выхожу на балкон и смотрю на противоположный дом через дорогу четырехэтажный. Ходит какой-то черно-белый кот похожий на моего. Хватаю свой этот Панасович с зумом приближаю черный нос. Кричу Мотя в белой ошейне смотрит на меня. Как он попал на эту крышу? Хрена. И вот как его сейчас снимать оттуда этого идиота? Как он туда вообще залез? Пока я фотографировал, отсылал дочке жалобу с претензией, он уже свалил оттуда куда. Вот паразит. Кастрированный кот, который гуляет где хочет. У него чердак это просто боль. Вот он сюда рвется как это он пошел в другой дом и каким-то боком туда зараза мне уже достал этот допечен команду вызывать а то как их спасателей что ли? Зараза. Так, ладно вернемся к нашим это не входило в мой план. Так, теперь значит что у нас с вами? Вот я пришел вот такой компьютер ну не такой он там чуть-чуть был по-другому неважно короче такой компьютер все зашибись. Все программки открыты которые я открывал супер Ниночка все выполнила телескопчик запарковала вот он камеру прогрела вот она 17 60 градусов тут 16,5 кстати градусник в Нине врет а в 5 градусник камеры показывает точно ну не знаю почему так это уже не от Нины может так короче факт что еще хорошего ну собственно все серия вся завершена все стоят галочки не придерешься вроде бы да все что написали сделали шатте сказать сейчас вот попробуем сделать одну вещь вот сейчас еще допустим 18 тут кадров написано по факту это 10 и я хочу рефрешнуть и посмотреть что он изменит сбросить все настройки в текущей цели сбросить ага да прогресс он сбросил вот эти настройки надеюсь координаты самой целью настал то есть я на будущее хочу понять что рефреши это что ну короче я понял точно как они обещали в строчке просто меняется прогресс и можно по-моему выставлять количество кадров отлично хорошо так теперь валим сюда смотрим теперь где у нас нафотографированное я уже конечно же передал туда на тот комп 11 число light вот все они есть тут сейчас мне не очень хорошо будет видно вам хорошо потому что вы просто смотрите запись это четвертый наш четвертый фрагмент он все сделал вот раз два ну я сейчас все просматривать не буду три короче три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать мы ему писали двенадцатый кадр должен быть таким же пролетел трак трак в офисе сигмаклепил к нам в помощь так дальше уже пошел другой десять кадров должно быть вот другой раз два какой-то там был со смазом два три четыре пять шесть семь вот 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 он вот вот он вот он был видите там что-то стошнило его это плохо но вот это к тому что нельзя встык ну вот прямо вот сейчас один кадр смазанный десятый короче там где не должен быть смазанный это значит всю серию мы множим уже на одиннадцать кадров в плане а потому что их там будет одиннадцать надо запасом делать но опять же давайте посмотрим последний кадр тут время я не знаю навряд ли ты посмотришь когда он был сделан сейчас мы посмотрим здесь я хочу посмотреть просто когда была завершена съемка кадры достаточно нормальные свойства хотя бы так посмотреть в 3.51 ну вот тютелька в тютельку то есть если бы я увеличил хотя бы на один кадр ну возможно да надо было там где 10 надо было кадров надо сделать было 11 тогда вот этот бракованный кадр вышел и было бы 10 и мы бы делали 12 серии так ладно как оно есть тем не менее материал нам хватит для того чтобы начинать работать с панорамой надеюсь стыки у нас все совпадут тоже надеюсь также надеюсь что вот это то что вызванные цели записанные он полностью отцентрировал так как предыдущую серию там где кусочек чуть-чуть было кадров короче на все надеюсь так что с добрым утром я сказал как и обещал утром мы встретились все рассказал положил доказал и все остается мне только одну сделать закрыть крышу выключить компьютер и пойти честно говоря чуть-чуть отдохнуть разобраться с мотей ну и начинать морочиться с панорамой на 7 всем вам до свидания пока я начинаю операцию под названием собери телескоп делаю это очень просто только на ту сторону чтобы он мне тут не мешал вот это он у меня уже хум позишн свой занял натягиваю крышу на енота то есть сначала ветрозащиту надо убрать это я неправильно сделал конечно надо было ветрозащиту убирать сначала я никак привыкнуть к этому всему не могу как говорил я ее вчера чуть-чуть так скажем сейчас сначала сюда поставим а потом я уже никуда его не поставлю не могу привыкнуть к тому что последовательность действия ничего привыкну так морду закрываем ему флеты я не делаю потому что я их вчера делал я думаю что этого достаточно что вы там видите ничего не видите правильно потому что вам надо ISO добавлять по ходу пьесы добавляется хороший аппарат правда у сережечки раз ручками пошевелил и все все господа я вас не смею больше задерживать мне осталось только зачехлить чуть-чуть сетапчик и до следующих погод хороших пакет никто не хочет подарить сереже не могу найти пакет нормальный но я хочу такой с блестной с люрексом с люрексом блестящий чисто чтобы не пылился пока